У вас проходил концерт танцев на ТНТ в арене Рига. На третьем сезоне мне было нелегко. То есть я думал, что котята решают. Собирать и разбирать чемодан, чувак, скиллз у тебя теперь безграничный. Он мне ничего не сказал, он даже не посмотрел на меня. Я когда выложил пост, выложил во второй день, и у меня начался стресс. И думаю, боже, что я делаю. Мне казалось, что я, короче, делаю большую ошибку. Пока что дебютировал как режиссер концерта. Глядя на меня по телевизору, они придумывают мои качества себе сами. Понимаешь? То есть они придумали, что я себе вот такой. И это их, собственно, и вдохновляет быть твоими поклонниками. Вот. И после того, как я выиграл, произошла... Хей, о, васа! Всем привет! Это OpenFloor. С вами Никита Подгоревает. Окей, ETZ. И сегодня у нас победитель третьего сезона танцев на ТНТ. Йо, привет. Всем привет, всем привет. В общем... Glad to be here, короче. Да, Рига, привет. Привет совсем недавно даже Таллинн. У нас такой... Это мой первый вообще визит в Европу. И для меня вообще впечатление о Европе складывается вот именно с первых впечатлений в Риге. И те дни, которые мы успели уже чуть-чуть потусоваться за кадром, вот, и те места, которые Никита уже успел показать, меня как бы клево расположили к вашим местам. Так что я, короче, готов общаться. Погнали. То есть она существует даже в Европе, в Риге, в Латвии. И все очень так, наверное, по-европейски. Вот, когда ты приезжаешь в Америку, ты понимаешь, что все вокруг по-американски. И мне показалось, что в Риге все достаточно по-европейски. Но я еще не видел всего остального. Мне еще пока что не с чем сравнить. Но мне нравится Рига. Ну, я могу сказать, что на самом деле тут немножко двояка получается, потому что многие считают, что как бы Рига это европейский город, но сами жители до сих пор считают, что это как бы постсоветское пространство больше считается. Так что пока что, ну, лично для меня это как переходный момент сейчас идет. Вот, именно от постсоветского к европейскому. А это сказано, ну, какие-то действия, какие-то переходы происходят, процессы? Переходы, да. Именно в плане менталитета, в плане вообще процессов на уровне политики, на уровне законодательства. Вот. Ну, и архитектура всего в культуре в целом. Вот, да. Но сейчас не об этом. У вас проходил концерт танцев на ТНТ в арене Рига. Расскажи, как вообще прошел концерт, потому что зрители-то, понятное дело, будут делиться впечатлениями, но очень редко, когда делятся впечатлениями сами артисты. Поэтому интересно узнать, как тебе вообще концерт в Риге. Ну, в одной из первых положить, ну, наверное, так, по системе бутерброда буду, хорошее, плохое. Первая такая вот хорошая, хороший фундамент, это в том, что у вас, ребят, все очень цивильно. Арена Рига на самом деле очень порадовала опрятностью, гримерки были, то есть нас угостили хорошим катерингом и была клевая сцена. На самом деле вот этот бэкстейдж, он был максимально прикольный, творческий. То есть у нас были отдельные палатки с костюмами и отдельные гримерки, где мы свои вещи могли скинуть. То есть мы себя, как артисты, могли точно чувствовать комфортно, что вот вокруг есть условия для работы. По крайней мере, вот что я ощутил. Дальше уже было несколько моментов, которые не вызывали негатива, но вызывали понимание того, что все-таки не все может быть идеально, да, все вокруг красиво и опрятно. Но там у нас уборщицы, мы сделали метки на сцене, у нас уборщицы эти метки, короче, сняли, когда полы мыли. И все, ну, такие небольшие моменты, объяснения там, выноса реквизитам ребятам, которые, они полностью воспринимают мою русскую речь, получается, но со мной они пообщаться не могут, потому что они латыши. И это для меня, ну, я не так много в своей жизни с людьми общался по-русски, которые со мной разговаривают на другом языке. Ну, такие, на самом деле, моменты просто хорошего, приятного рабочего процесса были созданы. И огромный зал. Таких площадок, которые нам довелось увидеть вчера на концерте, это, может быть, раза два было за весь наш большой тур или три. Когда реально собирался тысячный зал, кажется, около 1300 человек вчера ожидалось. Я не знаю точно, какая в итоге информация, но зал был настолько большой, что чувствовалось, что некоторые овации зрителей просто до нас не долетают. И первое впечатление было, что как будто, о боже, типа мы не качаем, блин, что с ними. А первые ряды, первые ряды, конечно же, типа сидят в что-то вроде таком, такие, ну, непонятно, знают они нас, не знают как. И в процессе концерта мы поняли, что все как бы есть, то есть энергия идет от зрителей, просто они далеко сидят. И такое большое помещение, мне кажется, это неудобно для просмотра таких танцев, но клево, что такое большое место организовали к нашему приезду. А были по городу плакаты или еще какая-нибудь там тема? Да, плакаты были, но, конечно, хотелось бы больше, но плакаты были. Вы могли видеть их в кафе, могли видеть их на улицах. Знаешь, мое мнение, что хотелось бы не сколько больше плакатов, сколько какого-то, знаешь, полезного нашего приезда. У нас есть ребята, которые могли бы давать мастер-классы, да, и ты знаешь, всякие типы в нашем составе есть. Но зачастую типа организаторы думают конкретно о мероприятии и концерт, и жалко, что типа нету такого еще, знаешь, дополнительного штата, который мог бы нас к танцорам приблизить. Дело в том, что вся эта движуха, она больше все-таки такая типа общая, это отголоски телевизионной волны, да, но непосредственно влияние на танцоров, которых бы мы могли прям вот лично вдохновить, у нас не получается. Так как-то вот не встречаемся, у нас редко мастер-классы с концертом пересекаются. И мне это как бы, лучше бы не плакаты, лучше бы мастер-класс бы был или отдельная какая-то, не знаю, такая концентрированная встреча, где можно было бы людям о чем-то рассказать. Ну супер, что есть вот как бы есть ты и есть люди, которые на нас выходят. Ну серьезно, чуваки, очень много городов проезжаешь и далеко не везде можно встретить людей, которые в принципе просто открыты к обмену какому-то. Типа встретись, сказать йоу, ты ему говоришь йоу, прикольно, а есть у вас магазин чая? Да, есть, погнали, ты просто, ты уже общаешься, уже идет какой-то обмен. В некоторых городах так хмуро, чувак, что, ну, тут все круто. Но со своей стороны я могу сказать, что в принципе я сам не ожидал, что вы останетесь просто так надолго, потому что обычно же как тура проходит у танцев, вы каждый день в новом городе, вы приезжаете, выступаете и сразу едете в другой город или я не прав? Да, логистика такова, что ты приезжаешь в какой-то самый такой транспортно-удобный узел, например, у нас южная сторона России и мы, например, по югу мы на автобусе. И здесь мы на автобусе, но локационно вот так мы перепрыгиваем на самолете, а в некоторые места и на поезде. И, как правило, распределяется время так, чтобы у нас не было дня на заезд или дня на отдых. То есть мы либо после концерта мы спим и выезжаем, либо мы после концерта выезжаем. Но так, чтобы мы сутки после концерта ничего не делали, это редко. Это происходит только в случае нарушения какой-то логистики, несостыковок с организаторами, отмена концертов бывает происходит, там, не по вине артистов, а вообще очень, ну, не по вине организаторов даже иногда. То есть бывают такие случаи, когда вот, ну, представляешь, мы почти всю Россию проехали, сколько форс-мажорных обстоятельств могло быть. И действительно иногда поменялись концерты, к сожалению. Но в основном, да, ты прав. Это типа строгий переезд и это определенный образ жизни, который тебя внуждает в определенном образе собраться. То есть собирать и разбирать чемодан, чувак, скиллс у тебя теперь безграничный, понимаешь, ты можешь за пять минут собрать, за пять минут разобрать. И ты точно знаешь, что вот столько штанов и столько футболок ты можешь с собой возить очень долго. Я проехал с рюкзаком и с чемоданом концертным у нас, такой, типа, костюмный концертный чемодан. Я почти восемь месяцев с таким комплектом прожил. Можешь себе представить, восемь месяцев. Это из-за того, что я живу очень далеко и постоянно домой заехать, даже, типа, сменить свой расклад. Не всегда и все время. Это жестко. Не каждый человек к этому открыт как удовольствие, не каждый человек это, типа, может как опыт воспринимать. Для некоторых это стресс. То есть, прикинь, там, о боже, нет любимого полотенца, душа, ванны. Некоторые люди не выдерживают. Но мне круто, конечно. Мне нравится. Ну, мне кажется, для многих людей сначала это кажется, о, было бы круто попробовать все такое, но до поры до времени. Потом просто в один момент начинает перегорать человек. Поэтому очень важно держаться, да. Ну, в принципе, вот ты упоминал о том, что было бы классно проводить мастер-класс. В принципе, в концепции OpenFlora можно было спокойно такое делать. То есть, если вы приезжаете, вы точно знаете, что вы на несколько дней, можно было бы спокойно дать мастер-класс. Просто тут так совпало сейчас, что все в последний момент, так спонтанно получилось, что 4 дня. Вот. Если было бы заранее, без проблем можно договориться, списаться. Ну, видишь, вид сотрудничества не открытый такой, а вот кто-то там между собой это все работает. Вот даже мы заранее тоже не могли этого знать. Думаю, да, что это очень сложный механизм, хотя кажется, что там просто заранее сообщил и все. Но, к сожалению, иногда случается херня, извините. Вот. В принципе, я понял. А какие у тебя дальнейшие планы? Вот на ближайшее будущее, на дальнейшее? В ближайшем будущем мы с некоторыми ребятами такой собираем составчик людей с интересами, которые как-то соприкасаются друг с другом. Мы собираемся снимать короткометражный танцевальный фильм. И это не коммерческий проект, это наше творческое такое выявление, в котором мы бы хотели выразиться через кадр с помощью какого-то стиля, как танца, так и съемки, и самой картинки. Вот. Мы еще сами не понимаем, во что вязались до конца. Есть люди, которые больше в этом понимают. Я все-таки к этому сейчас готовлюсь как актер. И мой основной план по развитию себя как личности – прийти к кинематографу. Я, в принципе, уже к этому пришел и снимался и в картинах, и ставил эти картины с ребятами. Но все фильмы были пока что танцевальные, и так и продолжается. Но я надеюсь, в каком-то будущем я смогу выйти на экраны достаточно уверенным артистам, которого могут знать, на которые могут идти и так далее. Вот. Это такие, типа, амбиции. А вообще, вот короткий метр. И в 2018 году будет, я надеюсь, что все получится, будет представлена премьера спектакля. Вот, надеюсь, он получится таким, как я его себе представляю, и он будет достаточно ярким и громким, я надеюсь. Потому что большая ставка на этот проект и большое желание. Дело в том, что мысли о спектакле и приемах, которые я хочу в этом спектакле использовать, я уже выношу лет, наверное, пять еще. То есть до первого проекта, до танцев и так далее. Это как-то в моей жизни присутствует. И сейчас, когда получился такой переворот в жизни, да, я собрал много опыта, я сейчас успокоился во многих планах. Понимаю, что все как бы хорошо, главное развиваться. И вот это развитие ко мне пришло, что вот точно сейчас пора измениться до такой степени, чтобы ты мог осуществить проект. Ты не просто за себя постоять сам, станцевать, выйти на батл там и так далее. А когда есть люди, которых ты за собой ведешь, когда есть люди, которым ты это будешь показывать. Есть люди, кто это делает, кто танцует на сцене. И твой опыт, их опыт, это колоссальный на самом деле объем работы предстоит сделать. И это и завораживает. Поэтому хочется это сделать. Я надеюсь, в 2018 году будет представлен спектакль. Пока ни названия, ни даты, ничего я не могу говорить. Так же, как и о фильме. Это такие закадровые на самом деле темы. То есть я не афиширую эти проекты и работу над ними, потому что я занят именно работой. Мне незачем об этом сейчас рассказывать, пока идет вообще процесс лабораторный. Да, да. Ну и пускай это пока остается тайной. Сами потом все увидите. По-любому, я думаю, что увидят. Поэтому желаем тебе удачи. Пусть все у тебя будет круто. Сейчас по поводу самого проекта «Танцев на ТНТ». Начнем с такого обобщенного. Что тебе сам дал проект? Именно вот сейчас, когда проект окончен у вас сейчас. Понятно, что у вас еще тур продолжается после этого проекта. Но все же, что он тебе дал? Ну вообще, участие во время, когда идет проект, когда ты в нем участвуешь. И когда он заканчивается и до проекта. Это достаточно такие разные страницы. Дело в том, что есть реальная жизнь и есть своего рода такая твоя атмосфера, твоя капсула. Когда ты участвуешь в проекте, немножко все меняется в плане веса, весомости. То есть, если в реальной жизни обзавестись, например, танцевальным опытом стоит, во-первых, денег, времени большого, путешествий, общений, туса, мастер-класс, видосы, работы в зале и так далее. Здесь все сконцентрировано и под таким натиском, что ты опыт хватаешь в два раза быстрее, ты развиваешься в два раза быстрее. И все твои эмоции и впечатления, они на самом деле огромные. То есть, за неделю ты, помимо того, что ты с партнером, с которым вот тебя за руку взяли, и вы должны вот станцевать. Вот вы, например, братья, вот вам нужно танцевать номер, и ты всю неделю с человеком связываешься. И за этой неделю вы гораздо больше друг друга узнаете, чем в реальной жизни можно узнать человека за неделю. И поэтому это такой огромный опыт. За время проекта, сколько он длится, полгода, ты как будто несколько лет реально проживаешь. Я понимаю, насыщенно. Эмоционально, да, и стресс, и все это очень сильно тебя развивает. А когда проект заканчивается, и ты, например, видишь следующие лица, видишь, да, последствия, то это уже другая реальность. Когда ты понимаешь, что вот прям существует реальность, когда ты посвящен чему-то, да, где тебя максимально в это окутывают, и когда ты сам себе предоставлен. Когда ты выходишь с проекта, и ты элементарно некомфортно можешь себя чувствовать, типа, сходить в магазин, потому что ты долгое время этого не делал, понимаешь? То есть любые действия у человека, они вот как-то, как бы сказать-то. В общем, когда ты возвращаешься в реальную жизнь после проекта, вот снова становится маленький размер информации. То есть снова меньше опыта к тебе каждый день приходит. И тут уже у тебя выбор создавать это самому или полагаться на то, что что-то произойдет, кто-то махнет палочкой. Ну, есть палочка, это тур, ты прав. И в туре удалось, вот лично, если обо мне говорить, то мне дал проект «Возможность голоса». В туре мне очень было важно себя проявить как лидер. Не знаю, вот просто я так чувствовал, и мне казалось, что люди тоже это чувствуют. Это мой самый большой опыт за тот период, что люди не думают так, как ты. Если ты очень сильно чего-то хочешь, ты должен что-то для этого сделать, либо об этом сказать хотя бы. Но думать, что люди думают так же, как ты, так не бывает. Я надеялся, что очевидно, что я должен быть капитаном, но это было не так. Но в итоге, короче, я им стал. И для меня огромный опыт в том, что я действительно имею способность к какому-то руководству. У меня есть какой-то интерес заботиться о программе. Мне интересно быть неравнодушным в момент, когда всем, допустим, пофигу, да, и все занимаются своими темами. А мне интересно пойти проверить свет, пойти проверить, помыта ли сцена, разведен ли танец и так далее. Вот, и все ли нормально себя чувствуют. И все получилось круто, и для меня это такой опыт, после которого я стал вот гораздо шире мыслить, что помимо того, что я могу своими руками и ногами чего-то добиться, то есть все-таки мозг и рот. И если работать над этим, да, если работать над этим, то, в принципе, это тоже клевый инструмент для какой-то реализации своих целей. Просто я всю жизнь на самом деле фигачил, да, и только сейчас приходит какого-то момента выплеска опыта. Сейчас я его начинаю применять и понимать, что знаний много, опыта много, и нужно теперь учиться его применять. Натанцевал уже все. Ну да, то есть можно спокойно сказать, что ты сейчас можешь пробовать себя уже в режиссерской деятельности в какой-либо. Задумался ли ты об этом? То, что ты говорил, что тебе нравится руководить, нравится следить за сценой, все проверять, все контролировать. Вот, может быть, я сейчас так абстракт немножко говорю, но все же. Ну да, я на самом деле пока что дебютировал как режиссер концерта. Я поставил там в Тобольский концерт за очень короткое время из участников просто фестиваля, и все получилось круто. Я почувствовал, да, что я это могу, могу мотивировать людей, могу стоять и видеть 50 человек команды и что-то им сказать такое, что на них действует реально круто. Ты видишь, как какие-то неопытные дети выходят на сцену артистами, видишь, как волонтеры, которые просто волонтеры, они превращаются в административную такую группу. То есть, да, это наимно как режиссер, чтобы я смог поставить какую-то постановку историю, пока что еще не готов, потому что я больше чувствую потребность выразиться все-таки пластически. То есть, тот спектакль, о котором я сказал, я буду непосредственно выступать как хореограф. То есть, я хочу стать тем источником, через которого произойдет вот эта вот пластика, которая будет на сцене, и вот именно я хочу заниматься еще пластикой пока что. Идеей и каким-то снабжением, вдохновением я еще нуждаюсь сам в таких людях. То есть, я очень хорошо умею продолжать мысль, я очень хорошо умею подлавливать искру, волну и работать в команде. Но пока что сам из ничего создавать какую-то идею, я еще пока что, мне надо чуть-чуть, наверное, попозже к этому. Ну да, всему свое время, понимаю. И ты рассказывал о том, что у тебя хорошие лидерские навыки. Это приобретенный навык или же у тебя с детства уже такое было? Как ты сам считаешь? Я думаю, что какое-то природное в этом есть. Как и... Ну вот, наверное, даже так. Я к этому стремился всегда, и делал это неосознанно. То есть, мои лидерские качества, как мне кажется, они не подкреплены, типа, желанием власти или быть лучше других, быть на первом месте. То есть, я не такими штуками руководствуюсь, когда иду к лидерству. Я немножко по-другому себя чувствую. Я более растворенный в людях. Я больше думаю о том, каково людям, как им нужно услышать, в какой момент им нужно услышать. То есть, и вот это ощущение, оно помимо того, что оно в лидерстве какое-то странное, природное, потому что это неосознанно. Такое же есть у меня и в педагогике. То есть, когда ты чувствуешь, как чуваку надо подсказать именно. Ты ему не просто говоришь, что чтобы прыгнуть сальто, нужно прыгать через голову назад. Это понятно. А я чувствую, как именно нужно человеку услышать, чтобы он действительно это сделал. И я поэтому, я думаю, что все-таки больше природное, предрасположенность к этому есть. И клево, что я это почувствовал и могу теперь это осознанно развивать, как инструмент, как талант. Вот, но вот так, да. Все-таки природное, я думаю. Ну, вернемся к своему проекту. Хотелось бы узнать, как ты узнал про этот проект и почему решил на него прийти. Проект появился прямо сразу же, как только я закончил свой проект. Я участвовал в украинском аналоге американского проекта. So you think you can dance? Это был шестой сезон украинский. Я занял там третье место и, выпустившись после проекта, я оказался как раз-таки, во-первых, в разгар событий в Киеве, Майдан и все остальное. И параллельно же в России запускался танц на ТНТ, на который достаточно много ребят с нашего сезона пошли. Мне просто было немножко достаточно той информации, которую я хапанул за время участия в украинском проекте. Я очень сильно там поднял уровень. Там очень много было привезенных иностранных хореографов со всего мира. Там Киони и Мэри Мадрид были, Эси Сеула, Токио. Короче, и со всеми я поработал. Со всеми мне позволили, так получилось, либо общий номер, либо дуэт, либо соло. Вот я со всеми иностранцами, кто был привезен, поработал. И то количество танцев, такого уровня, который я там освоил, они меня изменили. И настолько, что у меня был такой немножко шок в теле, шок в разуме. И я точно понимал, что я не хочу себя снова бросать в какую-то реку событий, что я хочу немножко в себя прийти. И на первый сезон я не пошел. Я не отнесся к нему доверительно. Но узнать о проекте можно, разумеется, просто телефоном, как он этот самый, как этот говорят, телефон болтливый, как он? Сломанный телефон, сарафанное радио. Создан, вот, сарафанное радио. Сарафанное радио, да. Танцоры все примерно у друг друга на виду в каком-то смысле. И на самом деле меня на первый и на второй проект лично прям звали. То есть мне писали с проекта, с танцев на ТНТ. И первый раз я не помню, как отреагировал. На второй год я с моей командой, которая базируется в Киеве, я стою в команде «Апачи Крю». Это творческое объединение танцовщиков, артистов, работающих непосредственно с кадром, непосредственно с большими сценами, с большими проектами. У нас много, у нас порядка 50 человек в состав, в который ходят и режиссеры, и операторы. И у нас есть свой стиль одежды и свой репертуар, спектакль. Короче, очень большая туса там. Прям, да, да, очень большая движуха. Мы, после украинского проекта, я вот попал в эту команду и стал там развиваться. И ко времени второго сезона я уже был занят. У меня была травмирована кисть, и я снимался в танцевальном фильме, там, который мы снимали с «Апачи». В Киеве. И вот потом произошла битва сезонов, в нее невозможно было попасть. Это был странный, на самом деле, шаг, на мой взгляд, что после второго сезона сразу же битва. Люди слишком, мне кажется, на вот... В общем, слишком быстро это произошло для зрителя, мне кажется. И на третий сезон я уже не собирался идти, я уже чувствовал свою реализацию в Киеве. И вполне комфортно. То есть я работаю в кинематографе, я работаю с лучшей командой в стране. И развиваюсь невероятно с универсальными людьми. Все круто. Но какая-то вот и финансовая, и просто вот... Вызов какой-то, какая-то реализация, вызов к реализации потребовал внутренне как-то пойти туда. И пойдя, на самом деле, я не очень был рад, что я принял это решение. То есть я столкнулся с такими психологическими проблемами, которых у меня до этого не было. И на третьем сезоне мне было нелегко. То есть я думал, что должно быть чуть-чуть по-другому. Но по итогу получается, что все очень позитивно вылилось. Да, это опыт. Да, и я рад, что я шел уже... Вот та стадия применения опыта, которая вот сказал, она на самом деле началась вот с того, что я пошел на танцы. Я пошел не поднять уровень и не показать себя. Я пошел туда реально как бы делать все. Ну, как бы пойти развалить. Вот, а когда папа понял, что тяжело разваливать, то начал бороться сам с собой и смог. Клево. Вообще, это такая лотерея на самом деле, бро. Это такие требования, такие условия. И то есть какая-то совокупность вообще событий в этом всем проекте. И что между вами происходит, между участниками, между командой, наставниками, продюсерами, зрителей. Ну, это очень жестко. Это реально очень жестко все. Но круто. От этих воспоминаний никогда не захочется отказаться. Ну, я понимаю, хочется, чтобы все бесконечно продолжалось. И на самом деле это очень крутая движуха. Я не участвовал в ней. Я просто был менеджером Кости Зайцев на третьем сезоне, поэтому я косвенно был в этой движухе через интернет. Да. Сейчас не об этом. Все, а Кастяне тоже можно поговорить. Вот. В общем, еще в начале твоего кастинга жюри представили тебя как одного из сильнейших участников на проекте, хотя ты еще не был на тот момент в списке финалистов. Согласен ли ты с таким утверждением? Оно достаточно обоснованное было, потому что я вот, если взять просто как по пред, точнее по бэкграунду, то есть с какими регалиями, кто с какими приходит, то я пришел с такой громкой регалией, что я суперфиналист другого телевизионного проекта, и я в принципе шарю кухню. И почувствовалось действительно, что меня ждали, и ждали типа не просто так, а вот мы прям ждали. И на самом деле вот это и немножко меня сбило. То есть я рассчитывал на равные условия, в которых смогу типа стать красавчиком. Прихожу и понимаю, что я типа еще ничего не сделал, а у многих уже отношение ко мне как бы вот такое. Ты финале. И тут я впервые в жизни сталкиваюсь с ощущением, что я должен кому-то теперь что-то доказывать, показывать, оправдывать это, а уверенности в этом я не ощущаю. То есть вот это отношение ко мне, я начал бояться, что я не смогу его оправдать. Что вот этот шум, вот эта мишура, которая сама собой вокруг меня создалась, она создала такой фон, который мне помешает реально хорошо станцевать и действительно быть вот этим самым красавчиком. Что действительно так и началось. На меня это начало давить, что мне нужно тройное сальто прыгнуть или что. Потому что люди прям, ну, это было не только со стороны некоторых людей, понимаешь. То есть никто моими глазами же не видел ситуацию. На самом деле много людей имели вот это отношение. Много людей со мной заговаривали в подаче как бы сразу, ну, какой-то, ну, в какой-то, знаешь, типа, мне уже отдавали проход туда, мне уже все, как бы, все меня туда поставили, все меня вот так воскнули, поставили в финал, в победу и так далее. Я как бы говорю, привет, ребят, типа, что делать? И такие, о, этот тип. Ну, понимаешь, это для меня было немножко непонятная ситуация, что я должен делать, как я должен себя вести. Мне не общаться теперь или общаться, как будто я не слышал этой штуки, да? Вот. И еще повлияла статья Долецкой. Это такая блогерша, которая очень сильно не любит в руководстве, я так понял. Но она все про всех знает. И вот она как раз-таки просто описание участников третьего сезона начала с меня. Прям вот это была первая статья. Да, и Долецкая сразу же там вот и создала вот этот вид, что я пришел громко. Ну, да. Так что часть ее заслуги тоже в этом есть. Да. Можно сказать. Ну, в принципе. Хорошо. Ну, вот проект сейчас закончился. И как ты считаешь, какой номер на проекте является твоим самым любимым? Вот тот, который тебе нравится. Еще раз прочувствуй. Номер? Есть номер, который официально самый лучший в третьем сезоне. За него люди проголосовали. Там был какой-то МТС, розыгрыш, что-то такое. И во время проекта, когда ко мне пришел этот номер, он пришел ко мне очень вовремя. Пришел вовремя, и с помощью него я смог набраться мужества и уже до финала прям уже начать разваливать. Потому что до этого мне было сложно собраться. И тут мне попадается номер, который меня заставляет вообще обо всем забыть и фигачить. Это было такое преодоление. Это был украинский хореограф Василий Козырь. И я мечтал с ним поработать, потому что однажды я должен был быть в его спектакле, но я не смог. И чувствовалось, что он на меня рассчитывал. Мне так, это мое восприятие, мне так казалось. Мне хотелось, но я не смог, и мне казалось, что я в чем-то его подвел этим. И тут мне попадается Вася на проекте. Конечно же, я рад, работаю. Но тяжело работаю. И Вася меня максимально, конечно, возвращает к жизни, как к танцору, которому нужно немножко собраться. И мы выходим, танцуем этот номер. Этот номер не похож ни на один, что я видел на проекте. Он действительно такой мощный, продуманный, театральный. У нас восьмиметровая декорация на сцене. У нас миллион света, фокусы, у нас даже был референс к этому номеру. У нас была презентация. То есть ни один хореограф так не подходил к своей работе, как подошел Вася. И это максимально нас, конечно, подобрало. То есть он начал не показывать хореографию, он показал вообще презентацию, вообще историю с картинками, с какими-то фотографиями и даже стихотворениями. Какие-то такие вещи, что мы сразу поняли, над чем мы работаем. И номер получился очень крутой. И по сей день, даже вот вчера и вот недавно в Таллине, этот номер, тот самый номер, в котором я точно не работаю в пол ноги, точно в этом номере я не сдаю позиции. То есть даже если я уставший, у меня что-то болит и так далее, мы этот номер всегда кричим, всегда мы его вываливаем, всегда в полную силу. Вот он в нашем теле остался. Это номер о людях, обреченных на такой круговорот жизни, на такой цикл, они словно проклятые. Это люди, которые любят друг друга. Знаешь, есть такое выражение, что если бы человек мог ранить словом, то мы бы все истекли кровью. И вот о чем-то таком этот номер, о том, что люди даже в отношениях, когда они любят друг друга, они вроде бы ради друг друга живут, существуют, но то, что насколько они сильно могут друг друга ранить словами, слова гораздо больнее, когда ты любишь человека, да, от любви до ненависти, вот эта вся штука. И мы в ранах, мы изрезаны, и каждый раз мы вынуждены проживать разные эмоции и сочетание событий вот в нашей жизни, и снова возвращаться в цикл к смерти, то есть мы в эмоциях друг друга убиваем и возрождаем, и любим, и ненавидим. Это такой для меня номер, в котором я всегда попадаю в какие-то помещения, то есть я действительно вижу какие-то картины. Ну, то есть это номер «Вышка». Я не знаю, как его назвать, мы его называем, кодовое название «Нож», потому что на сцене висит огромный нож, да, но это лучший мой номер, один из лучших номеров в моей жизни. Я могу сказать, что со стороны это мой номер лучше тоже, я без всяких комплиментов, что там подлизываюсь или еще чего-то. На концерте я смотрел, этот номер был просто офигенный на самом деле, потому что погружаешься в эту атмосферу, и могу сказать, что после этого номера я не аплодировал, не потому что мне не хотелось или что-то еще, а потому что я просто погрузился в эту атмосферу, я прокачался, это было нереально, потому что ты смотришься, погружаешься вот в этот номер, и самое интересное, что я, в принципе, уже это видел, и, блин, что-то можно снова смотреть, еще, 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 но тем не менее ты погружаешься, ты входишь в это состояние, особенно когда это все проживается вживую, и самые мощные моменты — это когда вы начинаете кричать друг на друга, потому что в этот момент у тебя сразу шок такой, потому что ты привыкшь, что танцы — это как бы музыка, и все, и танцы, музыка, а тут еще подключаются как бы такие театральные трюки в плане голоса, как бы звук становится тише, вы начинаете кричать друг на друга, и ты сразу погружаешь в шок, и ты понимаешь что сейчас все, здесь кульминация и вы друг друга убиваете в конце и вот казалось бы, вроде должно быть ожидаемо, но ты все равно думаешь, что вы не убьете друг друга, уберете, просто убиваете круто, чувак, на самом деле прикол это в том, что очень много эффектов они вынуты из этого номера потому что продумывалась съемка, продумывались определенные градусы, проекции я была даже в стенке и была выпилена незаметная ступенька на концерте на которую я вставал, чтобы рука, которая, которая на меня подбирала, чтобы эта рука меня действительно держала за шкварник, то есть таких нету фокусов, к сожалению, на концерте вживую, и таких решений по свету нет, но энергетика видишь, значит все-таки решает, и вот этот театральный прием это, это просто наш поиск в плане того, чтобы выгребать этот номер по состоянию, потому что в конце мы не кричали, там в ноже есть проекция вот этих лиц, которые темные, которые из нас выходят, да, снова ругаются так как у нас нет возможности вот использовать это, мы придумали над друг другом кричать прикольно, что это работает ну это очень сильно работает, я могу сказать, кто не видел, посмотрите, это очень мощный номер был, действительно да, Ираконов, Дмитрий Щебет, Василий Козырь да, да, Вася Козырь, красавчик на самом деле, хотелось бы узнать, что вот по окончанию кастингов на проекте, многие ребята, которые попали в 120, рассказывали, что их телефон просто разрывался от уведомлений, сложилось ли это как-то на тебе, или ты уже был готов к такому, потому что ты как бы уже участвовал на проекте, и тут новый проект, и было ли так, что, ой, как много народу пишет на ВК, добавляет друзья или еще чего-то, вот, или же ты уже был к такому? Ну, я не был готов, в плане, я об этом не думал, я примерно, наверное, подразумевал, что это случится, но прям нанимать людей там, ничего такого не делал, просто в какой-то момент, ну, я считал, что самое главное мне просто вот оставаться в той подаче, в которой я остаюсь, потому что сразу же взяться за внимание ко всем, вот этот натиск людей, вот эта волна, она спровоцирована, да, спровоцирована эфиром, судьями, тем, что ты прошел и так далее, и вот эта волна, она очень, на самом деле, энергетически непонятная. В пример тебе могу сказать, что кто-то от этого может поймать звезду, а кто-то от этого может, наоборот, вплоть до истерики или депрессии испытать. То есть люди пишут очень разные вещи, и положительные, и равнодушные, и отрицательные, и так далее. И какое-то время я просто старался оставаться при той подаче, в которой я вот просто пребываю в плане тела, духа, что я должен какие-то вещи делать, оставаться. Потом, когда я ощутил, что, ну, я все-таки, ну, мне необходимо заниматься своей аудиторией, и она есть, есть какое-то мое признание некоторыми людьми, нужно с ними взаимодействовать, и я придумал, на самом деле, объединить людей. Дело в том, что я всегда проговариваю слово ответственность в случае, когда у меня спрашивают про популярность, про подписчиков, еще какую-то штуку, для меня сразу же первый ответ об этом – это ответственность. Потому что, ну, люди подражают, люди перенимают, осознанно, неосознанно ты не можешь ни за кого отвечать, что, ну, ты напишешь, не делайте этого дома, и человек не сделает, ну, как бы, ну, вот, и я объединил людей и стал ощущать возможность влияния на них, возможность того, что я не просто предоставляю самолюбование, на которое основана в большем смысле индустрия, да, то есть призывы к голосованию конкретно за вот персонажи, каким же ты, ну, персонажи, именно так я и говорю, которым ты являешься, что вот тот образ и твое участие в проекте, вот, вот, вот какой-то все-таки для меня в этом было, вот этот какой-то культ личности меня отталкивает вот этот и это самолюбование. И поэтому я объединял людей и подумал, что я должен придумать такую вещь, которая будет отвлекать, отвлекать от надуманности обо мне, то есть люди, глядя на меня по телевизору, они придумывают мои качества себе сами, понимаешь, то есть они придумали, что я себе вот такой, и это их, собственно, и вдохновляет быть твоими поклонниками, потому что они думают, что ты идеальный или еще что-то. Я подумал, что я должен сделать что-то такое, что точно обо мне, ну, будет что-то другое говорить. Я придумал название Los Gatos, это с испанского коты, да, и я начал писать, да, он валите зверь, я начал писать посты через капслок и с огромным количеством смайлов, и эти посты заключались просто в мотивации человека не голосовать за меня или за кого-то, а вообще шагать ежедневно к мечте. Вот доброе утро, страна, сегодня, сегодня еще один шаг к мечте, и вы зажигаете звезды, все в ваших руках, как бы, вы можете голосовать, можете не голосовать, везде ваш выбор, везде ваше желание. И я начал ежедневно писать мотивационные утренние посты, и в считанные дни начала расти активность моей страницы, и от этого появилось еще больше натиска, да, и это уже превратилось сразу же в такую отдачу энергии, и я чувствовал, что мне прям нужно распределять энергию в интернете и энергию в зале, что проект этот действительно требует. И у меня это очень сильно клево получилось, на самом деле, у меня образовалась невероятная большая семья людей, которые просто перестали быть поколением Дома-2 и просто людьми, смотрящими телевизор, то есть я смог какую-то выцарапать такую аудиторию людей, которые отзывчивые, которые друг другу помогают и просто хотят добиваться своей мечты и делать так, чтобы у всех все было хорошо. Это такая секта добродетельности, но я невероятно люблю всех этих девочек, людей, и я очень многих из них знаю по именам, я захожу на их страниц, да они об этом не знают, но я за ними, за всеми слежу. Сейчас я приостановил эти посты, потому что я хочу людей начать вести к новому этапу какому-то, и старый вид этих постов меня уже не устраивает, я рождаю новые мысли. Но вот это очень сильно мне помогло на проекте, и я не был к этому готов, понимаешь, то есть мое решение, мое действие в этом плане было, то есть я когда выложил пост, выложил во второй день, и у меня начался стресс, я думаю, боже, что я делаю? Мне казалось, что я, короче, делаю большую ошибку, просто мне начали писать друзья, типа, Димон, пожалуйста, прекрати тебя, люди не будут воспринимать всерьез, типа, это ты пишешь или не ты пишешь, и вот началась вот такая вот странная реакция у людей, но реакция пошла, и я такой, думаю, боже, пусть просто реакция, пусть я не буду ничего делать, вот я принял решение, и через несколько дней я понимаю, что работа, я такой, да, о боже, получилось, и это в итоге, на самом деле, эти люди, эти Лос Гаттас, это та поддержка, которая есть у меня до сих пор, по сей день, и они есть друг у друга, люди с разных городов теперь могут съезжаться и общаться, тусоваться вместе, в Питер на день рождения ко мне приехала, там, почти я не помню, нанивально сколько там, короче, было девчонок 15, у них есть свои уже общества, подобщества, есть, да, они ведут уже какие-то группы, связанные с танцами, и мотивациями, то есть люди получили какое-то развитие от этого, и это же, блин, мать его, круто, чувак. Да, я тебе говорю, это очень круто. Я не был к этому готов. Я понимаю, но, блин, почему ты решил именно так назвать именно свою группу, вот именно Лос Гаттас, ты говоришь, именно такое название, почему? Одна из причин была супер широкоформатность того, что котята решают, вот просто идея о том, что, ну, знаешь, представить любое смешное видео, и из этих любых смешных видео, кошачьи видео, точно не самые смешные, грёвые, я не самый прикол, что я не кошатник абсолютно, я супер собачник, то есть при виде собак я теряю контроль, я меняю состояние, начинаю с псом общаться, энергетически ему волны слать глади, то есть я вообще с животными теряю контроль, говорю, я очень люблю животных, прям, я готов с ними просто сидеть рядом часами, мне не нужен интернет-книги, я просто могу с животным проводить время. Но тут котята, понимаешь, вот котята от того, что, честно говоря, подача в том, я не помню именно на тот момент, но я думаю, что подача была всё-таки в максимально громком заявлении стиля, в максимально громкой вот этой радужности, смайлы, улыбки, солнце, мечта, звезда, вот все вот эти вот слова, они на самом деле достаточно, может быть, даже детскими можно их назвать, да, то есть о таких вещах очень активно говорится только в какой-то детской литературе, взрослые люди, все серьёзные, у них должно быть всё чёрно-белое и так далее, концептуально. И тут я просто решаю делать абсолютно противоположную вещь, говорить мяу-мяу, говорить лос-гатас, вы зажигаете звёзду, у вас всё получится, всё будет круто, типа я в вас верю, всё, вот вам больше ничего не надо, я в вас верю, делайте. И, блин, реально от такого люди не думают, то есть при том же самом доме-2 нет вот такого противовеса, чтобы люди просто говорили о том, что всё будет хорошо, мы тебя поддержим, как они друг друга поддержат? Ну дом-2, я не знаю, почему я его употребляю, но можно даже это не употреблять, но, короче, мало на самом деле, поистине, искренне, просто тупо добрых вещей, просто тупо добрых вещей мало. И это сработало, и мне всё равно было, даже если я выиграю, не выиграю, на этих людей я повлиял, этих людей я привёл к эмоциям и к какому-то образу жизни, к новому. Вот. Круто, круто. Почему Лос-Гатт? Да, очень странно. Сейчас теперь выяснить логику моих действий очень странно. У нас есть логическую цепочку, да. Есть город Лос-Гаттас в Калифорнии. Ага, ну вот теперь мы всё и узнали. Хорошо, сейчас немножко остренького. Ты против Стаса Литвинова. На последнем этапе проекта создали большой резонанс вокруг вас с ним, и аудитория разделилась. Были люди как за него, так и за тебя. И когда сказали, что ты выиграл, было немножко такой осадок, немножко странно у людей, потому что показалось так. Я не знаю, как было на самом деле. Дима Щебец! Но телевидение подстроило так. Я не знаю, подстроило не подстроило, это сейчас всё неважно. Уже было и было, что как бы создали конфликт между вами его скинули, дав тебе больше шансов на победу. Это так или это надуманно? Просто интересно узнать. Дело в том, что действительно каждый наставник ведёт свою команду к определённому своему успеху. И со стороны Егора Дружинина позиционирование Стаса было... Ну, он был единственным человеком, которого он позиционировал явно. То есть как претендента на победу, как хорошего танцора, настолько, что он сбавил внимания к остальным своим участникам. То есть он был сосредоточен на Стасе. В моём понимании всегда есть какой-то уравниватель в жизни. Когда ты сильно много себе что-то там думаешь, жизнь обязательно тебя может попустить. Иногда наоборот поддержать. Иногда у тебя что-то может получиться, и ты в себя поверишь. То есть всё время идёт такое приравнивание, да? Это моё. У меня очень долго развивался путь на проекте. Он был такой чуть-чуть тернистый. Мне было тяжело, номера были сложные как-то вот. И просто мой путь получился в развитии. Как получилось именно у Стаса, я не анализировал. Но к моменту, когда у меня только начало что-то получаться, к этому моменту Стас был вне конкуренции абсолютно. И настолько, что вокруг все просто приняли как такой типа заочно факт, что Стас выиграет, потому что он был наполовину в отрыве. То есть его цифры были действительно очень большие. и именно личной конкуренции у меня с ним не было на самом деле. И человек очень странно, ну не странно, он выбрал просто свои способы борьбы, да, которые я не понимал, наверное, или не замечал, как именно он хочет борьбу. Он просто вот сосредоточился, да, изолировался. И поэтому даже, собственно, у меня не было возможности с ним конкурировать, как с соперником. Он просто сам участвовал. Он не ставил меня в соперники, мне так кажется. Ставил ли я его себе? Нет, потому что мне было неинтересно ставить себе в соперники человека, который без отношения даже к борьбе со мной. То есть, ну смысл мне его рисовать себе в сопернике, если ему все равно, что есть я. Он и так, типа, уже крутой, он выигрывает, и, наверное, он просто сосредоточен на этой мысли и ведет себя к ней. Я знаю, что это такое, просто когда я участвовал в украинском проекте, я помню, что последнюю неделю я был тоже изолирован. То есть, мысли о победе я себе внушал, чтобы это реализовалось. Я думаю, что Стас примерно в том же самом состоянии пребывал. Вот, хотя это тоже у него был второй проект, он далеко в первом проекте ушел. У него были личные какие-то причины определенным образом себя вести. Соперничество между нами, оно было, наверное, просто уже финальным. Рано или поздно аудитория должна была прийти к каким-то двум слагаемым, из которых должна была какая-то сумма сложиться. Я не могу сказать, что был прям замес. Был замес между какими-то перекриками во время сцены с Мигелем, там кто-то с кем-то поругался, какие-то слезы были. Но я не могу сказать, что была прям борьба. То есть, нас такало страстей не было. Я делал свое дело, честно говоря, и все вообще, вот правда. И я думал лишь о том, как бы просто сделать так, как бы я хотел сделать, и все. Вот честно. Скорее всего, Стас думал точно так же. Я даже в этом уверен почти, что он просто делал, как он чувствовал. А дальше элементы шоу, как бы тоже сделали свое дело. Профайлы. Такая тема, что в них присутствует определенный посыл, подача, заявка, да? Какая-то провокация может даже быть. И те профайлы, которые были в финале у Стаса, они просто выбили в первую очередь его из колеи. И потом это дало такую типа резонансную волну. А у меня на фоне это наоборот как-то все хорошо получилось. То есть, у меня получился хороший профайл, и я хорошо станцевал. И вот так вот я, собственно, его и обошел. Я так думаю, что вот мой финальный сольник, он все-таки зарешал. И действительно я его станцевал, и почувствовал, что как бы вот я до этого момента как бы шел к тому, чтобы вот так раздать. А вот до этого всего это просто был путь, и сейчас вот я раздал. Привет. В финале даже, когда мы с ним стояли вдвоем, я пожал ему руку, я не знаю, как он к этому относится, и что он себе думает. Вот так вот теперь получается, что мы, наверное, даже не знакомы. Но в финале я пожал ему руку и сказал, что как бы Стас, респект, как бы сейчас не вырулилась, ну круто, что мы с тобой здесь. Он мне ничего не сказал, он даже не посмотрел на меня. И я стоял без волнения. Я стоял и смотрел просто в глаза маме, и вот так вот со стены стоял, и просто где-то в себе в голове настраивал на то, что все хорошо уже, как бы ни был расклад, все четко. Вот, и после того, как я выиграл, произошла аудиторная какая-то, аудиторный выплеск. У Стаса была своя большая армия поклонников. У меня были Лос Гаттас, которые не хейтили вообще никого, а у Стаса была почему-то такая аудитория, которая на меня напала за то, что я выиграл. Вот, то есть именно какие-то, знаешь, люди видели нечестную борьбу, люди видели какие-то факторы, которые прям как бы дали мне победу незаслуженно и так далее. И я даже не хотел на это реагировать, но в то же время я не хотел, чтобы люди могли листать этот шлак под моими страницами. И я на какое-то время просто закрыл комментарий, абсолютно равнодушно. Сейчас какое-то время открыл, и все. Я знал, что это какой-то выплеск эмоций просто у аудитории. Я понимаю, что они хотели, чтобы Стас выиграл, но я не должен, типа, принимать негатив из-за того, что я выиграл. Ну, это мое просто к этому отношение было. И я вообще как бы окей, люди не виноваты, что они на меня негативят, некоторые люди просто реально неосознанно это делают тоже, например, люди, кому мало лет, да, то есть разного характера, разного возраста люди смотрят проект, и у них они по-разному болеют. Кто-то очень сильно болеет за своего человека, прям очень сильно, вплоть до того, что он может начать плакать в момент, когда он проигрывает, знаешь, не радоваться за другого, что он, ну, ладно, типа, главное, что Стас, типа, молодец. Нет, он будет прям плакать, ему будет прям тяжело, потому что он этого хотел даже больше, чем сам участник. В этом и сила изменения тебя, как личности на проекте, что как бы ты в себя не верил до этого, у тебя появляются люди, которые в тебя могут верить сильнее, чем даже ты в себя сам, вот просто. Для кого-то ты можешь стать действительно символом какого-то вот чего-то большого, при том, что ты тип из города, где 60 тысяч населения, ну, я про себя говорю, да? Вот, и это все очень сильно работает на людей, действует, телевидение, это такой формат, который максимально оставляет след в людях. И катаясь по гастролям, это замечается, то есть реакция людей на нас, когда люди въезжат, кричат, это, это телевизор, это, вау, не все знают, как тебя зовут, но они в восторге, что ты здесь. Они не все знают, что ты вообще танцуешь и любишь ли ты борщ или красный цвет, конечно, но то, что они себе придумали, их восхищает, понимаешь? Ну, это да, это жестко. Апач, Апачи. В 2014 году, как мне известно, ты присоединялся к этой команде. Чем она вообще, чем является эта команда, чем ее идея, как ты оказался в ней? Как ты вообще получился? Насколько я знаю, это украинская команда, живите. Это команда, которая базируется в Киеве, в Украине, лидер ее украинец, но очень много разных людей в этой команде состоит. Есть кубинцы, есть казахи, русские, белорусы, и с Дальнего Востока, типа, приезжали, и европейские у нас какие-то лица есть. Это очень многогранная тусовка, это артисты, которым есть что сказать. Наша философия, на самом деле, многогранная, и она очень такая внутренняя. Снаружи это механизм, это организм, который лаконично и гармонично сосуществует сам с собой, да, он самодостаточен, при том, что каждый человек в этом организме, в этом механизме является абсолютно отдельной ячейкой, абсолютно уникальным персонажем, как и по типажу, так и по жанру, который он танцует. То есть мы неоднократно могли наблюдать, как может взаимодействовать один стиль танца с другим, да, но в общем потоке, как это может сосуществовать, вот Apache Cruise могли через, ну, посредством уникального поиска большого количества времени, мы много провели времени вместе, чтобы выявить какие-то новые формы того, что мы говорим. Вот, и профессионализм просто зашкаливает, если честно, у этих людей, у каждого даже инстаграм концептуальный, то есть находиться, заходить в зал, где просто вот большущий зал, и на каждый квадратный метр стоит танцор, и он разминается, и ты на кого не посмотришь, это информация, это стиль, это личность, и находиться в таком объеме событий, то очень круто, ну, Apache Cruise в первую очередь люди, которые за идеи собраны, люди, которые за инициативой, за самовыражением собраны, у нас нет зарплат, контрактов или какой-то другой штуки, но у нас есть командный дух, у нас есть мышление командное, да, у нас есть единомыслие, и вот мы готовы реально собираться ради того, чтобы очередной раз что-то просто сделать вместе, чтобы находиться рядом с друг другом, снова что-то создать. На данном этапе у нас есть два спектакля, сейчас они не показываются, потому что они такие, ну, у нас не гастролирующий прям спектакль, мы его показываем периодически в удобных рамках, чтобы это увидело максимальное количество людей, и круто, чтобы мы были все собраны. Нас очень много, и все разные, и все катаются по миру, выигрывают батлы или снимают кино и так далее, участвуют в проектах, и нам очень сложно собраться, чтобы создать какой-то проект, поэтому это такое, типа, единоразовые такие громкие штуки. Есть, ну, два спектакля, один спектакль это мегаполис, и второй спектакль This is Just Jam. Также мы планируем снимать свой стиль кинематографа, вот этим сейчас занимается наш лидер Толик Сачивко, это его вообще идея, его мистика на самом деле отражена в Apache Crew, это человек, который по-настоящему чувствует стиль, и познавал форму и лексику вообще с других сторон, нежели чем многие танцоры, и тем самым его подача как-то каким-то образом отобразилась на участниках Apache Crew, и это смогло заработать в той субстанции, в которой это есть. Короче, для меня это вообще самые вдохновляющие люди на свете на самом деле, и я уверен, что однажды мне не нужно будет даже рассказывать о том, что это за явление, я уверен, что однажды люди сами будут мне рассказывать, что это для них. Посмотрим, посмотрим. А на самом деле в чем цель вообще вот этой команды Apache Crew? Потому что я понял, что хорошо, она большая, есть много людей из разных стран, но вот сам Сачивко в какую он вкладывал концепцию в эту команду, в чем цель, в чем мотивация? В первую очередь это возможность говорить то, что мы хотим сказать, и тем способом, каким мы это можем сделать. Просто вот эта независимость и самодостаточность выражений на самом деле являются самым большим символом в этой команде. Нам всегда есть о чем сказать. И когда я танцую с Apache Crew, это те моменты, когда я действительно в своем танце максимально выражаюсь, максимально о чем-то говорю, максимально делаю какой-то месседж. Дело в том, что возможность танцевать в какой-то партии предоставляется Толиком. То есть его направление, тебя как исполнителя, он направляет тебя, как хореограф направляет, у тебя есть определенные свои какие-то задачи, но конкретно стиль, конкретно слово, каким ты выразишь эту задачу, это твоя задача. И в этом и крутость, то есть Мегаполис это тот спектакль, в котором мы не играем, а в данный момент происходит это взаимодействие. И тем самым спектакль каждый раз будет разным. Каждый раз партия и способ разговора персонажей, он разный через взаимодействие, через определенные приемы тоже, которые вырабатывались в зале. То, как мы чувствуем друг друга, это, конечно, вообще какая-то вышка, вот. Я все-таки думаю, что цель просто в честности, цель команды в честности в том, чтобы быть честными перед собой и делать то, за что нам не будет стыдно никогда. Даже через 10 лет, даже сейчас, по сей день, я, если делаю какую-то маленькую презентацию команды, я из раза в раз пересматриваю видео, из раза в раз мне не стыдно за то, что мы делаем. Мне кажется, это уже очень весомая штука, ради которой стоит собираться 50-ти людям. На самом деле, да, об этом стоит подумать. Хорошо. Евровидение. В этом году вы с командой Apache Crew выступали на Евровидении со своим шоу в качестве социальных гостей. Как так получилось и в чем заключается концепция данного шоу, которую вы показали там? Концепция шоу заключается в поколении детей. Это мы изобразили своего рода племя. Племя, в котором отображены какие-то наши привычные символы, типа мы употребили такие символы, как классики и разрисовка на лице. И такая мы использовали в лексике дворовые игры. Множество собрали моментов, которые максимально могли бы напомнить человеку о каком-то детстве, о беззаботности и так далее. И это опять же была история для того, чтобы просто опять честно о чем-то сказать, да, о каком-то детстве, о вещах, которые по сей день существуют, но гораздо меньше о них говорится и видится. Евровидение достаточно такой особый вид мероприятия, да, так скажем. Вот. И это для меня было впервые и то, что у нас была возможность на этой сцене что-то сказать, это круто. Мы очень быстро на самом деле ставили эту постановку, у нас было мало времени, это так бывает часто. На сцене как раз таки вышло порядка 50 человек. Этот персонаж, кстати говоря, вообще впервые тогда я познакомился с Апачей, он приехал со мной и ему дали сольную партию, мы гостеприимные товарищи, да. Ему дали сольную партию, он был символом предвещающим что-то, ну мне так казалось, да. Возможность видеть свое в постановках не только у зрителя, но и у танцоров Апачи Крю. И для меня вот особенно партия, когда вступал Валентин, была таким предвещением к чему-то другому. Потом появляется в музыке барабаны и противостояние, то есть вот эта честность и детство, жизнь людей на сцене, она была подвержена все равно какому-то натиску, все равно какому-то сопротивлению, испытанию, да, и через которое эти люди, это племя смогли пройти вместе и снова идти в вечность дальше в одном ритме. Там есть такой прием, что мы уходим в горизонт. Вот. Идеи, как правило, у нас супер простые. Ну, то есть посыл не замудренный, не завалированный. Но язык, каким мы это говорим, конечно, необычный. Вот. И возможность выступить на таком уровне, типа Евровидение, воу, это зачетно. Мы много уже интересных площадок, конечно, посетили, и это одна из самых громких. Но, честно говоря, мое впечатление о подобном мероприятии осталось не до конца положительным, потому что при всей наслышанности об уровне, да, этого проекта, все равно ты понимаешь, что это обыкновенная организация, не идеальная. Это определенно тоже не всегда талантливые участники. И много вот таких сразу моментов, где сначала кажется, что Евровидение – это что-то воу, грандиозное, идеальное. Ну, ничего не идеальное. И у нас были сложности по съемке, у нас были сложности по разводке. Много всего сложного. Но это тоже своего рода такое получилось испытание. Интересный факт, что нас показывали, наша постановка была в интервал-акте, и те люди, которые смотрели трансляцию из других стран, они наш номер увидели, а в самой Украине, в Киеве, этот интервал-акт, его закрыли на рекламу. Да, то есть мы представляли как бы Украину на Евровидении как перформанс, как украинская команда, но нас не показали в Украине. Ну да, тут такое совпадение. Я даже не знаю, как к такому отнестись. О хип-хопе. Как ты считаешь, что для тебя хип-хоп-культура и хип-хоп-культура на сегодняшний день, но стоит ли ее развивать сейчас или же оставляем ее такой, как она есть? Ну, во-первых, хип-хоп-культура разрослась, и каждое отдельное ответвление, оно как будто уже... Самостоятельно. Да, безусловно. Но в этом, я думаю, что есть какой-то принцип цикла, принцип типа такой вот штуки, что раньше, ну, на примере танца, раньше не хватало техники, но очень круто было флейва и образы, персонажи, да, как все реально одевались в роботах, но техника была так себе, да. И потом развивалась техника, и требовалось снова какой-то флейвы хотелось, да, была мода снова, что нужно быть флейвистым, не нужно только делать движения. И все время по какому-то принципу идет. Я уверен, что и в музыке и хип-хопа тоже идет какое-то только постоянное обновление. Каково будущее у хип-хопа, я не знаю, но как у объединенной культуры я пока что не вижу, то есть каким способом мы вдруг сможем обратно быть всем вместе. Например, что прэперы знали бибоев, а бибои знали графитчиков, а графитчики знали диджеев, и все типа были в одной тусе. Я не уверен, что это уже настанет. Но такие тусы есть, то есть в меньшинстве, но это есть. То есть культура жива даже в общинах вот этих, которые до сих пор друг друга знают, которые вместе читают, рисуют, танцуют и играют. И культура выживет среди вот этих, вот этого подполья андеграунда, культура выживет через них и будет долго жить. А вот как таковое, ну, развитие как именно хип-хопа, тоже я не вижу. Имеется в виду, что брейк-данс баттлы, хип-хоп баттлы, на мой взгляд, они немножко уже не похожи на то, что я привык видеть. То есть брейкинг вообще очень жестко сейчас выглядит сильно, по-гладиаторски почти. И хип-хоп стал малокачевым. Тоже все очень круто танцуют вообще. Куда деваться, чуваки, просто в космос. Все валят, куда деваться, хоть беги отсюда. Все очень крутые. Но как будто не хип-хоп, но как будто не тот брейк, который я привык видеть и так далее. И какое у этого будущего, ну, не знаю как ручаться, но я рад, что по-прежнему у людей есть возможность себя в этом находить. Находить в себе хип-хоп, находить в себе, знаешь, вроде как будто времена прошли пика хип-хопа, но ты до сих пор встречаешь людей, которые этим заражаются и начинают этим прям заниматься. И ты видишь, как чувак занимается три года брейком, и ты видишь, что он будет этим заниматься семь лет и будет заниматься и десять лет. И что до сих пор есть вот эти новобранцы в хип-хопе. Это о многом говорит. И я уверен, что появится повод стянуться, когда они будут. То есть либо таланты такого уровня вылезут, либо появятся лидеры мнений, которые начнут снова объединять, типа как-то отделять именно хип-хоп от индустрии вот этой огромной. Потому что хип-хоп разросся во все. Хип-хоп это все вокруг сейчас как будто. Вот я думаю, что появится какой-то может быть повод снова сконцентрировать и назвать это прям вот это хип-хоп. Но он в то же время такой свободный, такой уникальный, индивидуальный. О нем можно говорить, наверное, бесконечно. Для меня хип-хоп сейчас в людях заключается. В том, что я действительно понимаю особенность людей в культуре. О том, что я могу встретиться с тобой в Риге. Мы понимаем, что мы из одной темы. И нам есть о чем поговорить. Что вот этот принцип вот этого братства работает на самом деле. И работает. Я с 14 лет катаюсь по батлам. Это все работает. И к тебе приходят чуваки, пирожок тебе на вокзал принесу, даже если не могут, чтобы ты у них переносевал. Но все равно вот это комьюнити, это комьюнити в итоге сделало мне сейчас в жизни вообще такое количество крутых людей. И я по сей день пополняю это количество людей. И для меня в этом культуре, даже если я не буду танцевать, рисовать, играть музыку, я буду общаться с этими людьми из этой культуры, из этой тусовки. Сто пудово. Это самые лучшие люди. Отлично. Отлично. Ну это круто. Это очень круто. Хорошо. Сейчас блиц-вопрос. Последние вопросы. У-у-у. Поехали. Да, я понимаю, что со мной тяжко. Ничего страшного. Ничего страшного. Очень насыщенное интервью. Очень классное выходит. На самом деле. Круто. Танцы на ТНТ или танцуют все? Танцуют все. Танцуют все. Хорошо. Шоп-брейк или контемп? Контемп. Контемп. Победа в проекте или 3 миллиона рублей? 3 миллиона рублей. Изменить прошлое или оставить все, как есть? Оставить все, как есть. Фристайл или хореография? Фристайл. Фристайл. Популярность или творчество? Творчество. Три совета зрителям? Три совета. Каждый отдельный. Первый совет – это отвечать на вопросы самому. Вот. Имеется в виду, когда люди спрашивают, чего мне не хватает, а что вы посоветуете – это все чушные вопросы, которые самому себе нужно задавать. второе – это советую себя принимать. Достатки, недостатки – это все ресурсы, инструменты. Третье – это присутствие. Желаю всем присутствие. Ощущение, вообще четкое ощущение присутствия в месте, в ситуации, в атмосфере, где ты находишься, зачастую дает тебе огромный козырь вообще поменять ситуацию в любое русло. Просто понимать, где ты находишься, зачем, в чем твоя задача, в чем твоя миссия, присутствие. Ты сейчас здесь? Что-то происходит? Или ты не присутствуешь? Ну, то есть это вот присутствие – это в любом профессионализме и в человечности важно. Иногда ты можешь с человеком вот так в лицо разговаривать, а он не присутствует вообще в разговоре. Ну, понимаешь, в чем? Вот это присутствие – очень важный навык. Иногда люди могут в телефоне быть и присутствовать в ситуации. Вот я не могу, мне нужно слушать, мне нужно быть здесь. Если я в телефоне, я в телефоне. А некоторые могут присутствовать. Это одно – Цезарь, тебе не получится, если будешь так везде распыляться. Хотя вроде как, ну, казалось, может быть можно, но тогда ты не можешь концентрироваться. Просто тратишь свою энергию зря. Хорошо, предпоследний вопрос – Панама или Белка? Панама или Белка? Это здесь про пацанов. Это про пацанов, ничего себе. Ну, Белка, конечно, Белка, что? Все греха таить. Дело в том, что на самом деле мы сошлись с Панамой и с Белкой вообще абсолютно одновременно. Практически. Да. Сначала просто я встал, ну, просто шел там… Индус у нас участвовал один паркур. Очень классный чувак. И я общался с ним, а он шел с Валентином. И я просто встал и пошел с ними. И мы начали общаться с Валентином. И мы пришли и сели на газончик, где сидел Панама. Ну, да. Это как-то вот все сошлось в какой-то один вечерок. Ну, нормально. Хорошо. Вот так вот интересно бывает в жизни. Своить сразу трех лет одновременно. Но с Белкой, видишь, мы и в тур проехали кучу городов. И мы вот с самого начала как-то вместе поселились. И мы до сих пор вот в гостинице, где мы остались. Мы на верах всегда живем вместе. Что мы максимально притерлись. Друг друга чувствуем. Типа очень круто. Мы сейчас занимаемся вот совместными проектами. Вместе о чем-то думаем. Это клево, что появился, типа, товарищ такой, как Валентин. Потому что и у него просыпаются… В нашей дружбе, короче, у него проявляются какие-то клевые качества и у меня. То есть, например, мы оба оболтусы. Но в нашей дружбе Валентин как-то собирается и немножко меня призывает к здравому смыслу часто. А у меня от Валентина, типа, креативность. То есть, я могу мыслить рядом с ним. Могу вслух говорить какие-то идеи, которые, ну, зачастую что-то значат. Не со всеми людьми ты настолько можешь, типа, открыто просто творить. Ну да, понимаю. Да, есть такие люди. Хорошо. И последний вопрос. Больше всего для хип-хопа сделал? Это же мой индивидуальный ответ, да? Да, спокойно. Я человек, я из Казахстана. И огромный для меня вклад в плане хип-хопа сделал такой человек, которого зовут Марко Алдобергенов Марат. Это мой хип-хоп наставник. Через этого человека я увидел любовь к культуре. Увидел любовь к словам, к рисункам, к стилю, вообще к одежде, к способам говорить. Эстетика в хип-хопе, вот та самая эстетика. Этот человек, вообще, первый, кто мне показал фотографии Бруклина. Кто мне показал фотографии вместо Five Points. То есть, через эти места, Rocksteady Park мне показал на фотографиях. Но никто до него этого мне не показывал. И мое представление о хип-хопе было абсолютно индивидуальным. Но благодаря ему я смог улавливать вообще, ага, вот в чем эстетика этой улицы. Вот почему вот так, вот почему вот... И он абсолютный для меня пример того, когда чувак развивается физически и приходит к развитию интеллектуально. То есть, он очень талантливый триксер был. Он объяснил мне правильно, как делать чейр. Я после этого стал реально прыгать на чейре и многие всякие темы делать. Но при этом он мне объяснял, что чейр – это вредный элемент. Нужно танцевать и нужно слушать музыку и быть во флоу, быть в характере. То есть, вот эти все вещи, которые являются самыми фундаментальными, да, в танце, в культуре. Эти вещи мне дал он. Марко. Респект, бро. Круто, круто, круто. Видишь, и его команда называлась Jamforce. Jamforce. Все, все запомнили, если увидим. Я до сих пор общаюсь. Они метры уже для меня. Это вот такие казахстанские метры. Один Антон Богунов живет в Калининграде, Марко в Астане. Он сейчас диджей и он не танцует, я так понимаю. Но в памяти для меня это вклад. Больше всего для хип-хопа для меня лично сделал Марко. А для в мире, конечно, уже там есть свои личности, да, 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 да. Ну что, все. Интервью подошло к концу. Спасибо тебе большое. Напомню, что с нами был победитель третьего сезона танцев на ТНТ. Это Е участника патч Крю. Дима Щебет. Йоу. Мэй. Спасибо тебе большое. И он такой, ты что, второй раз сейчас будем бежать еще? Все, он такой, теперь можно дальше его будить. Спасибо.